Рейд, который провели сотрудники полиции и представители отдела по делам несовершеннолетних администрации округа на станции Воронок, в очередной раз показал, что, к сожалению, есть немало пассажиров, совершенно пренебрегающих своей безопасностью. Чтобы избежать прохода через турникеты, а значит и оплаты проезда, они не просто спрыгивают с конца платформы, а иногда даже с середины. То есть это беспечность, да, и небоязнь ответственности, наверное, за правонарушение. И все-таки, когда проводят с ними работу не только мы и другие субъекты, а проводят родители, да, до которых мы также доводим информацию, это более весомо. Потому что действительно железнодорожное травмирование, это в основном, в 95 случаях, это летальный исход. Линейный отдел полиции на станции Мытищи курирует пути протяженностью 87 километров, где есть 21 платформа. Этот железнодорожный участок находится в том числе и в нашем городском округе. И если сейчас в связи с холодным временем года снизилось количество зацеперов, их практически не приходится снимать с вагонов, как в летнее время, то число безрассудных прыгунов с платформ не убывает. Но в целом профилактическая работа в этом направлении дает свои положительные результаты. Если в прошлом году среди несовершеннолетних было два случая со смертельным исходом, то в этом, в 2019, их удалось избежать. Мы такие рейды проводим ежеквартально по плану. Но на самом деле в летний период времени мы стараемся ежемесячно проводить. То есть в июне, юре, августе стараемся каждый месяц выходить на разные станции на территории городского округа Щелково, чтобы предотвращать правонарушения. В прокуратуре, по заданию которой проводятся такие рейды, важной составляющей профилактической работы с нарушителями подростками, считают воспитательную роль их родителей. Прежде всего, наверное, обратить внимание как на свое поведение, так и на поведение детей. И не только своих, но и тех детей, которые мы видим рядом. Я всегда призываю взрослых, не стойте равнодушно, когда видите, что ребенок где-то неправильно переходит в железнодорожный транспорт. Где-то зацепился за вагон. Сообщите об этом сразу. Не будьте равнодушными к чужой беде. Отдел по делам несовершеннолетних администрации округа с начала года из органов полиции получил 6 протоколов о правонарушениях, допущенных молодыми людьми старше 16 лет. Но рейды на транспорте выявляют и более юных нарушителей. С ними пока обходятся без протоколов, ограничиваются предупредительной беседой. Для всех нас каждый такой случай, возможно, еще одна спасенная жизнь. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.